привет бандиты вас приветствует канал домашняя качалка и я его автор и ведущий вадим кемеровский это у меня лампочка чтоб лучше меня было видно ну и сегодня ребята у меня вторая часть про компанию бренд пивер сегодня у нас как я вам и обещал казеин до этого мы разбирали сывороточный протеин который повторюсь имел запах мыла какая гадость какая гадость это ваша заливная рыба причем запах мыло не ароматизируемого мыла а именно запах мыла от хозяйственного настоящего вот это вот темного джигтярного такого хорошего было так вот посмотрим сегодня что из из себя представляет казеин у меня две баночки 1 баночка открытая есть но ребята сегодня мы будем делать все честно сегодня без всяких если вы думаете что будут какие-то подмены я не буду сегодня пробовать его потому что я вчера пробовал и я просто вчерашние ощущения свои расскажу сегодня потому как сывороточный протеин я делал обзор впервые пробовал при вас но говорю что я обещал в следующих видео рассказать что и как скажу честно что выпил я его вот сейчас я его выпил перед этим потому что сейчас у меня время еще употребление сывороточного протеина казеин я буду пить на ночь в тот день когда я впервые его попробовал меня в животе немного побурлила но никаких отторжений не было то есть никаких позывов на стул у меня не было сейчас выпил вообще никаких проблем нет то есть дресню он не проявляет если вы будете пить этот продукт дресни у вас может быть у меня желудок крепче чем у вас но хотя навряд ли то есть дресни никакой с него нет ну и ребята сегодня у нас казеин банка запечатанная при вас будем разбирать немного даже поучаствовал моем сегодняшнем ролике мой подписчик александр тихонов александр тихонов тебе привет сразу извиняюсь за то что я удалил все ссылки на другие видео которые ты мне присылал потому что как бы ну рекламировать кого-то и для чего-то у меня не было договоренности а то что ты мне скинул посмотреть я посмотрел я всю эту информацию переживал ну по крайней мере по той информации что про сывороточный протеин то же самое может быть каким-то другими словами это все я вам и рассказывал тем более что видео вышло после моего ролика может быть он взял мою информацию здесь я спорить не буду в общем открываем сегодняшний у нас пивер казеин шоколад у меня есть открытая баночка но я при вас эту открою и так ребята что у нас по этому протеину дегустацию я сегодня делать не буду сегодня у нас будет чисто просто обзор и так упаковка у нас этой баночки 450 грамм банка очень плотная крышка хорошая и итак ребята я работал на производстве мороженого я знаю как делаются эти упаковки был вопрос в одном из видео который мне александр тихонов скинул он говорит вес баночки от казеина и вес баночки от сывороточного протеина я сейчас ее покажу вот этой вот вес вроде как одинаково но ребята я знаю как делаются пластиковые бутылки я был на производстве у нас же на заводе это было делают пластиковую бутылку то есть ну грубо говоря берется горсть вот этой вот крошки пластиковая в шариках такая засыпается в станок штамповщик в этот и выдувается бутылка так вот что на пол литровую бутылку что на полтора литровую бутылку вот этого пластика берется одно и то же количество просто пластиковая бутылка пол литровая она попрочнее по толще стенки чем у пластиковой бутылки полтора литровой но вес у них предположительно приблизительно один и тот же также и здесь то есть сам факт то что ты взвешивши эту банку пустую эту вес может быть один и тот же поэтому тут никаких проблем нет второе так объем фасовки я сказал что у нас здесь 450 грамм и так ребята у меня закончилась батарейка но я все-таки допишу этот ролик сегодня и так ребята что у нас по составу повторяюсь уже не знаю в той части записалась или нет но там вырежу здесь тогда оставлю и так ребята у меня нет возможности сдать этот продукт на лабораторный анализ в официальную фильму не кому-то там знакомым а именно по официальному запросу все что все документы все будет у меня нет желания даже этого делать у меня нет денег для этого и так как у нас нет возможности опровергнуть ту информацию которая здесь написана мы будем рассматривать только те ошибки которые здесь есть то что по факту здесь есть какие-то ошибки или будем доверять производителю тому кто пишет потому что у меня вы сами знаете что у меня партнеры компания культ лаб компания культ лаб сдает свою продукцию на валберис я лично им сегодня звонил разговаривал с ними я говорю какие-то вообще сертификаты требуют и поверьте мне на валберис просто так вот взять с улицы найти там какую-то коробку каких-то там не знаю витаминов на помойке найти с нормальным сроком годности прийти на валберис их продать просто так не получится нужны документы на фирму нужны документы на продукцию нужны сертификаты на эту продукцию просто так валберис что попало продавать не будет поэтому будем основываться на том что у валбериса все нормально с какими-то справками и с законом и у этого производителя будем надеяться что все нормально и так что у нас по составу у нас здесь на первом месте стоит мицеллярный козеин мицеллярный козеин это самый лучший козеин который используют производители спортивного питания также у нас составе есть витаминный премикс ароматизатор шоколад и генетичный натуральному так сукролозом кармин фолиевая кислота витамин b12 витамин b1 это два основных витамина для обмена веществ так сывороточного белка концентрат то есть в казине еще есть сывороточный белок концентрат то есть это уже получается не стопроцентный козеин здесь витамин b6 витамин b3 витамин b5 и витамин c вот такой ребята у нас состав да действительно мы сейчас вскроем эту банку здесь не будет у нас мерной ложки но я не считаю что это за какой-то плюс или за какой-то минус теперь что у нас по пищевой ценности ребята у нас здесь 50 процентов белка 20 процентов углеводов и 6 процентов жиров на 100 грамм продукта ну то есть проценты и граммы это ребята одно и то же мы можем сказать что у нас на 100 грамм продукта 50 грамм белка 20 углеводов и 6 жира и того у нас получается 315 калорий это пишет производитель я показывать не буду потому что в прошлом видео я показывал света не хватает все равно будет темно но мы ребята сделали свой расчет и у нас получилось что у нас 334 должно быть калорий потому что 6 грамм жира нам дают 54 калории ну а 50 процентов белка 50 грамм белка и 20 грамм углеводов нам дают 280 калорий 280 прибавить 54 у нас не получается 315 но как заметил автор видео на которыми ссылку давали по крайней мере здесь ошибки нет калорийность 315 здесь написано и калорийность 315 на внешней стороне на лицевой стороне банки также у нас здесь написано 50 грамм но здесь по крайней мере совпадает что здесь на 100 грамм продукта у нас 50 грамм белка 315 калорий как написано в пищевой ценности хотя должно быть 334 но может быть тот кто рисовал эту этикетку может керной был пьяненький может считать не умеет может он какой-нибудь там с первого класса у них может быть это сын владельца вот этой фирмы который там учится в третьем классе и он это все заполнял это шизофрения может быть всякое поэтому здесь будем 10 секунд ребята я писал что это 10 порций это не 10 порций это 10 секунд нужно шейкер трясти чтобы оно все растворилось так вот идем дальше запах у этого продукта нормальный запах то есть он вот вскрываю при вас слышите вот она вскрылась этике . то есть при вас сейчас было первое вскрытие сейчас бы ногти только не поломать когда это все открывать буду блядь и ножа у меня с собой опять нету я опять нож не взял и дали какая прочная мембрана блядь и просто акшиниров не проколешь вот на упаковке производитель точно не экономил это я вам говорю точно вот так вот этот ребята пахнет молочной смесью ну как бы казин это у нас молочный белок и здесь молочный белок присутствует составе поэтому вполне нормальный запах вот этот запах вполне ребята нормальный здесь я про запах ничего сказать плохого не могу ну про наличие порционной ложки я вам уже сказал ее здесь нету но это никакой роли качество продукта не играет качестве продукта он может быть как и безмерные ложки также как и с мирной ложкой продукт может быть некачественным поэтому на этом и внимание обращать не будем у каждого дома есть ложка весы можно все это сделать поэтому здесь у нас как бы не особо большая проблема вчера я его растворял в молоке я не рискнул его пить на воде растворял порции молока растворяется ребята он хорошо в нем намного меньше пены чем в сывороточным и вкус у него ребята вкуса шоколада нет сто процентов это я вам гарантирую то есть здесь написано вкус шоколад но шоколада даже привкуса нету даже запаха нет он не пахнет даже шоколадом но пьется ребят я вам еще раз говорю если вы не пили соевый протеин то пьется вам намного лучше чем обычный соевый протеин но это не те протеины которые продаются у современных производителей вот эти вот вкусные сладенькие он не вкусный ребята он не вкусный вот вот я вам говорю но пьется нормально отторжение нет то есть если я выпиваю меня нет позывов выплюнуть это все блевануть поэтому здесь как бы проблем тоже никаких нет ну и сейчас ребята мне осталось только свое мнение об этом продукте рассказать свои впечатления я его выпил вчера пил я его перед сном упаковка приятная банка прочная ее наверно можно еще и под рассаду будет использовать какие-то бабушки могут в сад ее потом увезти рассаду сюда или цветочек посадить копилочку можно сделать из этой баночки то есть баночки хорошие здесь я никаких претензий нет упаковка приятной банка хорошая повторюсь ребята еще раз если у нас нет возможности сделать анализ лабораторный то мы или верим или просто не верим но говорить что опровергать что здесь что то есть и чего то нет мы без анализа не можем потому что писали мне в свое время и про культ лаб хотя у них есть все сертификаты ребята все сертификаты у компании культ лаб есть что у них белка не хватает потому что раз у них дешевый продукт за что их белка не хватает значит еще чего-то не хватает у них есть все сертификаты есть все анализы есть все сертификаты соответствия по белку но тем не менее также и здесь александр тихонов мне скинул две ссылки что вроде как там белка 37 процентов вот у сыра точного протеина там не было у него не было наличие был клубничный и сникерс у клубничного по моему 31 процент у сникерса по моему 37 процентов если я не ошибаюсь но ребята делался анализ как брались какие-то два стаканчика с каким-то порошком засыпались там что-то добавлялось там что-то перемешивалась взбалтывалась и справка об анализе вот вообще на мое мнение анализ нужно брать целую банку открывать ее а если вы хотите доказать это кому-то открывать ее прямо на камеру открывать вот эту мембрану тут же прям с этой банки засыпать в колбочки образцы этого продукта и только после этого чтоб все было на большом экране они так что потом делаешь одну колбочку и ничего больше не видно и только вот только с на основе этого я могу верить или не верить ну как бы ваше мнение конечно может быть другое но я вот поверю только такого видео а то что где-то там образцы присылали вы помните мне компания супер сердце который я сотрудничал какое-то время они мне присылали образцы обычные полиэтиленовые пакетики там написано такой-то протеин такой-то протеин такой-то протеин что это за протеин. Откуда вы взяли этот протеин? Я не знаю, что в этом мешочке. Может там соль, может мука. Может быть вы взяли из Optium Nutrition, насыпали мне этот протеин и сказали, вот тебе образцы там по 20-30 грамм в мешочке. Образец это вот берешь целую банку, присылаешь какому-то обзорщику ее. Он ее пробует какое-то время, в течение там недели, двух, трех и потом говорит свой результат. Итак, ребята, я этот казин пил вчера на ночь вместо творога. То есть я на ночь ем творог. Ну, поняли для чего, да? Вот, вчера вместо творога я выпил этот казин, порцию. Порцию я сделал 40 грамм и у меня где-то примерно получилось в районе 25-30 грамм белка. И я вам скажу, что сегодня, вчера я выпил перед сном, и я сегодня утром поел только в 10 утра. То есть проснулся я в 9, выпил витаминки, выпил витаминки полдесятого, и в 10 я уже поел. У меня не было вот этой вот сосущей какой-то, сосущего голода, что я хочу есть. Или там, ну, то есть ночью проснулся, есть охота, потому что как бы здесь нет питательных веществ. Значит, какие-то питательные вещества здесь есть. Так, теперь, ребята, каждый организм, каждый человек – это своя мини-лаборатория. Итак, ребята, я употребляю калорий 3200, все записываю, свой телефончик в программу FatSecret, и, ребята, давайте через месяц я вам расскажу ощущения по этим протеинам, потому что если у нас, у меня по программе показывают, что я употребляю в районе 170 грамм белка вместе с этими добавочками, если здесь белка совершенно нет, то из того расчета, что я употребляю порцию сыворотки и вместо творога я буду употреблять козьин на ночь, то у меня получается минус там 50-60 грамм белка нужно убрать. Итого я буду употреблять 120 грамм белка на свои 75 килограмм веса. А я уже как-то в видео вам рассказывал, что если я употребляю там в районе 120-130 грамм белка, ну, как бы, если я все еще в это время тренируюсь, то вот эти вот тяжелые тренировки с болевыми ощущениями мышц у меня проходят очень тяжело. У меня мышцы очень долго болят, и мне очень дискомфортно. Если я употребляю в районе 150 грамм белка, я как бы, мышцы у меня, проходят болевые ощущения в мышцах значительно быстрее, мне легче тренироваться, но когда я начинаю употреблять 170 грамм белка и выше там до 200, я чувствую себя просто прекрасно. У меня как бы и режим, и тренировки каждодневные, у меня проходят просто на легкие, у меня никаких нет проблем там ни в суставах, нигде. Так вот, если я сейчас употребляю в районе 170 грамм белка у меня по программе получается, то вот этот вот продукт, который я употребляю, сыворотку и козин, если тут белка нет, то, ребята, получается, что я практически буду тренироваться без белка. И через месяц я вам расскажу. Но, ребята, еще одна такая особенность. Я вот уже буквально 3-4 дня употребляю сыворотку. И второй день сегодня будет козин. И я вам скажу, что до этого, кто со мной в зале занимается, скажет, что я не вру, подтвердит. У меня вес сидел даже на том калораже 3200 калорий, что я употребляю. У меня вес где-то 74-300, 74-200, 74-500 бывает. Но это максимум. То есть ближе к 75 я не подходил вообще. У меня где-то 74-500 это был максимум. И то, если я приду с набитым животом. Ну, ребята, скажу, что употребляя вот эту вот добавку, у меня вес сейчас очень сильно приблизится к 75. И вот если эта добавочка нормальная, а я вам еще раз говорю, что никаких болей в почках, как там пишут, если вы хотите потерять свои почки и употребляйте этот продукт. Проблем с почками нет. Нет проблем с желудком. Нет никакой... Ну, то есть все нормально, ребята. Вот то, что вы будете пить обычный протеин, то, что вы будете пить этот протеин, ощущение нормальное. Но вкус дерьмо. По вкусу я вам скажу. И запах у этого протеина, запах мыла. Я еще раз вам повторю, здесь пахнет дегтярным мылом, дустовым, вот этим вот черным. Казин, с казином у нас все нормально, ребята. Поэтому никаких вопросов нет. Итак, ребята, я вам хочу пожелать, на этом я заканчиваю свое видео, вам хочу пожелать, употребляйте только правильное спортивное питание, это вот этот вот бренд. Любите, балдейте и верьте в то, что завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. А мы с вами увидимся на канале Домашняя Качалка. Всем пока.